Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. У моего гостя есть доказательства, что каждый верующий может пророчествовать. А это означает, что и вы тоже можете делать это. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Сегодня мой гость Майкл Майден. Он утверждает, что каждый верующий может пророчествовать. Почему ты так в этом уверен? Во-первых, Библия это говорит, об этом говорится в Первом Послании к Коринфянам. Там говорится, что Святой Дух и зальется на сыновей и дочерей, стариков, молодых людей, на каждого. Каждое поколение может пророчествовать. Это часть великого дара Бога для нас с вами. Каков твой опыт преподавания людям, которые никогда не слышали о таком? Приведи пример своего учения и также назови, какой процент людей начинает пророчествовать после этого. Первое послание к Коринфянам говорит, достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Я учу, основываясь на этом. Люди молятся друг за друга. 90% людей чувствуют, что слышали Бога и пророчествуют кому-то. Это приносит столько радости. Комната наполняется удовольствием и радостью, когда люди слышат Бога. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 10 главе «Овцы мои слушаются голоса моего». Поэтому люди чувствуют радость, волнение, когда они понимают, что Дух Святой говорит с ними. А что еще может быть прекраснее? А когда люди говорят, что сделали все, что вы им сказали, но все равно ничего не услышали, в чем тогда проблема? Каждый христианин слышал голос Бога, каждый человек. Когда говорят, что не слышали голос Бога, значит, это произошло из-за шума. В нашем сердце есть помехи, которые нам нужно устранить. Нам нужно принести мир в свое сердце, и только когда в сердце мир, мы можем почувствовать спокойный и тихий голос Святого Духа, как говорит Господь. Часто люди находятся в смятении, в тревоге, в боли или в смущении. Так что просто не могут услышать этот спокойный и тихий голос. Вам нужно освободиться от всякого шума. Что ж, Майк, я смотрю на тебя и вижу, что ты очень успешен уже долгое время. Но тебе ставили диагноз, такой распространенный в наше время, как депрессия. Насколько большой была твоя церковь тогда, в те времена? В 95-м году у нас было около 4 тысяч прихожан. Я был молод, мне было 37, наш казначей, местный бизнесмен, и он присвоил себе 20 миллионов долларов, когда мы строили наше новое здание. Мы строили здание на 5 тысяч мест. У нас начались суды, у нас было 6 судебных процессов, у нас поменялось 15 адвокатов. Наше собрание сократилось с 4 тысяч до 150 человек. У меня была депрессия, суицидальные мысли. Я понимал, что депрессия у меня из-за кандидатской по психологии, в то время я ее заканчивал. И так мне было 37, и я думал, что моя жизнь кончена, но Иисус исцелил меня. Расскажи, что произошло с твоим сыном, когда все это приключилось с тобою. Мой старший сын начал заниматься самолечением. Ему было всего 12 или 13 лет. Мы были бездомными. С нами происходили плохие вещи, и он просто пытался заглушить свою боль. Ты сказал, бездомные? Да, мы были бездомными полгода и жили с людьми, которые были очень добры к нам. Это было таким падением, зная, каких высот ты достиг. Да, и у нас был прекрасный дом, мы лишились его. С нами происходили ужасные вещи, от смертельной опасности до того, что весь город судачил о нас. Бог исцелил меня таким образом. Он сказал мне, что если я прощу всех людей, которые причинили мне боль, Он даст мне забыть эту боль. Итак, я составил список, я простил этих людей, и спустя 7 месяцев молитв за них, Бог посетил меня. И Он не просто освободил меня от боли. Он дал мне любовь к этим людям, которые разбили мое сердце. Что касается сына, он сбегал из дома, жил на улицах, наркодилеры пытались убить его, а полицейские арестовать. Я просто лег в его кровать и помолился Богу. «Боже, не дай моему сыну погибнуть сегодня ночью». Бог говорил со мною и сказал, что Он хочет, чтобы я говорил о Своем Сыне по-другому. Он напомнил мне все те пророчества, что Он давал мне на протяжении многих лет о моем Сыне. Я все рассказал своей жене, и мы стали говорить, что наш Сын – Творец истории, Он Божий человек, Он станет богобоязненным мужем и отцом, Он лучший, великая судьба ожидает Его. Но ведь это очень тяжело, не говорить о том, что происходит. Это очень тяжело, особенно собственной женой, когда это происходит, и ты испытываешь боль. Но Бог говорил со мной так строго, что если бы я не послушался Его, то исход был бы другой. Поэтому я просто начал повторять слава Бога. Как Павел сказал Тимофею, «Приподаю тебе такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с Ним». Я начал говорить, что в его жизни все будет так, как сказал Бог. И спустя семь недель Бог посетил его и освободил от наркотиков. Он вернулся домой, отправился миссионером в Гаити, отправился в библейскую школу, женился на прекрасной женщине. Она – ответственный пастор в нашей церкви, у него четверо замечательных детей, и он – успешный бизнесмен. Все, что Бог сказал мне о нем, исполнилось, когда я начал говорить Божьими словами о нем, а не ныл. Все исполнилось. Я имею в виду, ты услышал это, но прожить это, понять, насколько важно то, что ты услышал, понять, что наши слова могут все изменить. Ты учишь, что есть вещи, которые могут блокировать пророчества. Теперь расскажи нам об этом. Многие люди верят, что не могут услышать Бога, поэтому нам нужно искать другие пути, чтобы разубедить их. Потому что Иисус семь раз сказал в Евангелиях и семь раз в Откровении, имеющий уши. Да, слышат? У каждого верующего есть слух. Нам нужно просто, ревностно, вожелать этого. Как ты пришел к своему дару? Мне очень любопытно. Сколько лет тебе было? Я был подростком, читал книгу, когда Бог показал мне в Евангелии от Иоанна, что Святой Дух будет возвещать нам о будущем. Эта страница будто отпечаталась в моем сердце. Я подумал, почему же Бог не открывает нам будущее? Я постился и молился об этом, как учит Библия, молился с дерзновением, и Святой Дух начал говорить мне о людях и местах. Это было 40 с лишним лет назад. И Он продолжает говорить со мною. Бог любит давать нам пророчества, знания, слова знания, слова мудрости и различные дары. Он раздает их всем, кто готов принять эти дары. Поверьте. Я видел, как ты работаешь на нашей молитвенной встрече, и ты сказал мне, что можешь дать пророчества каждым из нашей команды. И ты это сделал. Твои пророчества не были такими, как печенье с предсказаниями. Все они были точны, верны. Пророчества из печенья универсальны, подходят всем, а ты был очень точен с каждым. Я это знаю, потому что я знаю этих людей. Ты был точен со всеми. Разве возможно, чтобы все могли так пророчествовать? Это возможно. Это удивительно, и люди отзываются на это. Я видел много людей, которые исцелились и пришли к Иисусу после пророчества. В последний год я приветствовал посетителей в холе нашей церкви. Я просто стал говорить им небольшое пророчество в их жизни, и четырежды я видел, как люди падали на колени и говорили, «Откуда ты это знаешь?» «Я хочу узнать Бога, о Котором ты говоришь». И человек становился возрожденным после этого пророчества. Библия говорит, что когда в церковь приходят невозрожденные люди и слышат ваше пророчество, пророчество о себе, то они говорят, что ваш Бог есть истинный Бог. Знаете, что удивительно? Он утверждает, что так пророчествовать можете и вы. О, да. В связи с сегодняшней ситуацией в мире, расскажи, пожалуйста, как ты увидел склад неотправленных писем на небесах. И объясни это. Многие люди говорили, что они видели нечто подобное. Некое место, склад неотвеченных молитв. Что же это такое? Это забавно. У меня было видение. Я молился и сказал, «Боже, чем пророчество является для тебя?» И вдруг я оказался на складе на небесах. Как проход между церковными лавками, и этот проход казался бесконечным. А стеллажи были выше, чем я мог видеть. Вдруг я оказался рядом с полкой, ящик открылся, и я увидел письма, написанные от руки, и услышал одну строчку оттуда. Бог сказал, «Майкл, это недоставленные письма любви для людей. Помоги мне доставить их». С тех пор я знаю, что у Бога есть письмо любви, пророчество для каждого человека на планете. И люди заслуживают этого, они имеют право познать Бога. Это так важно. Знать, что у Бога есть слова любви для тебя лично. Он знает тебя, и у него есть пророчество для тебя. Поверьте в это. Уже сегодня. Ты так же много учишь тому, что ты называешь пророческим исцелением. Что это значит? Это очень важно. Дар Духа — это ключ к исцелению и к чуду, и к внутреннему исцелению, телесному исцелению. Без этого наша успешность будет низкой. Когда мы молимся об исцелении людей, и мы добавляем к молитве дар Духа слова знания, мудрости и пророчества, только тогда мы получаем ключ к этой двери и видим много чудес. Только в нашей церкви в прошлом году я назвал людей, которые были больны. Я не знал, что они больны. У обоих была четвертая степень рака. Один был неоперабелен. Я прорек, что Бог исцелит их. Спустя несколько недель они вернулись и сказали, что у них нет рака. У них был один и тот же врач, Скотт Дейли. Они сказали, нам даровали чудо. Наш врач сказал это чудо. Я почувствовал, что Бог готов излить на церковь все дары. Так что мы смогли запустить большую волну исцелений на земле. А вот что я называю этой волной. Расскажи, как ангелы участвуют в пророчествах и что они делают. Ангелы отвечают. Библия говорит, что ангелы внимают глазу Божьему. Поэтому, когда мы говорим то, что Бог сказал, ангелы слышат это так, будто это сказал Бог. В Новом Завете об этом говорится. Это называется обоюдоострый меч. На греческом это звучит как «ди стомос». «Ди» значит «два», а «стомос» — это «род». Образно говоря, это значит «два рта». Так, когда Бог говорит нам в Откровении, скорее дает общение, стих, который осуществляется, пророчество, и это одна часть клинка. Потом, когда мы говорим, что слышали, что Бог сказал, это вторая часть клинка. Богу нужны партнеры для того, чтобы говорить. Бог не может действовать, пока мы не скажем это. А когда мы говорим, что услышали, мы видим это. Когда мы вернемся, Майкл помолится, чтобы активировать ваш дар пророчества. Я знаю, что вы вернетесь к нам. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Майкл, ведь когда ты говоришь людям то, что услышал от Бога, это меняет их жизни. Расскажи нам о той матери, чей сын находился в Африке, в психиатрической больнице. Что произошло с этим молодым человеком? Роуз, одна из наших евангелизационных пасторов, она иммигрант из Африки. Однажды в воскресенье она пришла ко мне плача и сказала, что ее сын потерял рассудок. Так сказал их местный доктор. Он был выдающимся бизнесменом. Они заключили его под стражем, с ним нельзя было даже поговорить. Ему поставили диагноз душевно больной. И в этот момент я начал проповедовать, мы начали говорить словами Бога. Псалтырь 107, 20 стих. Он послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Мы помолились за ее сына, и я начал службу. Следующее воскресенье Роуз побежала ко мне через всю парковку. Она сказала, «Пастор, пастор, моего сына отпустили. Он позвонил мне на следующий день». Когда она спросила его, в какой момент он пришел в себя после стольких лет болезни, это оказался тот самый момент, когда мы молились. Он сказал, «Слава Божия сияла его». Оковы будто слетели с его тела, его сознания и души. Он просто встал, постучал в дверь и сказал, «Я в порядке, теперь со мной все в порядке». И они отпустили его, потому что увидели, что он действительно в порядке, и он исцелился. «Расскажи о том случае, когда ты летел в самолете и рядом с тобою сидел длинноволосый еврейский мультимиллионер». Это удивительная история. Я направлялся из Феникса в Сиэтл, я был уставшим и спал. Рядом со мной был человек, у него были длинные волосы и дырявые джинсы. У него были дырявые джинсы и сандалии. Это показалось мне возмутительным. Как только я закрыл глаза, Бог начал говорить со мной. Он говорил мне о нем вещи, которые совсем не соответствовали моему представлению о нем. И вот Бог сказал, «Скажи ему, что я сделаю его мультимиллионером в течение 90 дней. Скажи ему, что я его мессия». А я сделал это поверхностное суждение, основываясь на его внешнем виде. А вот что он мне рассказал. Он получил адвокатскую степень в Гарварде. Только что стал президентом самой большой студии звукозаписи в мире, и они только что пописали контракт с самой популярной рок-группой в мире. И он спросил, «Что ты сказал, произойдет через 90 дней? Я стану мультимиллионером?» Потому что подписал с ними контракт. Потом он сказал мне, что он еврей. Когда мы приземлились в Сиэтле, он принял своего мессию в сердце. Это прекрасный момент, который бы не случился без пророчества, которое Бог дал ему. А вот что Бог делает с теми людьми, которые желают услышать его. Я бы хотел, чтобы ты помолился за наших зрителей прямо сейчас. Я бы хотел, чтобы ты помолился о том, чтобы дар проповедования активировался, и чтобы Бог открыл наши уши для слышания своего голоса. Помолись за нас. Ты сам этого хочешь. Ты молился не только за людей с четвертой степенью рака, которые чудом исцелились. Ты сам исцелился от рака. Так много людей страдает от этой болезни, рак, и от других болезней. Бог покажет тебе все. Скажи, «Ты помолишься за нас?» «Да, Бог исцелил меня от рака». Когда мне диагностировали рак, месяцем ранее, Бог говорил со мной и сказал Псалтырем 18, 17 стихом, «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Когда врач сказал мне, что у меня неизлечимая форма рака, я ответил, что не должен умирать, а должен возвещать дела Господни. Он был шокирован, а спустя полгода у меня уже не было рака. Когда мы говорим словами Божьими, происходят удивительные вещи. Друзья, я просто хочу ободрить вас, сказав, что вы можете слышать голос Бога. Каждый верующий может слышать слова Святого Духа. Мы можем говорить словами жизни, вдохновляя, исцеляя и назидая людей. Бог использует каждого. Есть огромное количество служений, для которого Святому Духу требуются люди. Я хочу вдохновить вас на то, чтобы вы просили у Бога дар проповедования. Мы должны заниматься этим, не представляя свою жизнь без этого. Мы должны делать это с усердием, со страстью. Мы не должны жить без этого. Не должны жить без дара проповедования. Отец, я молю о том, чтобы ты даровал видение, сны и дар проповедования всем людям. Я молю о возбуждении, о котором Павел говорил Тимофею. Сколыхни дар Божий в нас. Я прошу, чтобы люди понимали, что могут слышать голос Бога и могут говорить об этом другим людям в магазинах, на работе, соседям, семье. Бог будет говорить вам слова, которые изменят жизни людей. если вы будете смело и безбоязненно передавать их им. Он использует вас, друзья. Нет никакой сложности. Нужно только быть с Богом, начать это движение. Примите со страстью этот дар проповедования. Это станет частью вашей христианской жизни. Подчинитесь драгоценному Духу Святому, и он потечет из вашего чрева. А теперь, если ты помолишься об исцелении, то оно произойдет у нас. Помолись. Аминь. Именем Иисуса Христа рак должен отступить от каждого, так же, как отступил от меня. Именем Иисуса Христа я побеждаю духа рака. Я побеждаю преждевременную смерть. Проклятие ранней смерти в ваших семьях прекратится именем Иисуса Христа. Каждый, кто страдает от депрессии, тревог, пугливости или любых других психических расстройств, именем Иисуса Христа исцелиться, так же, как исцелился я. Бог, который создал нас, может исцелить нас. Боже, я молюсь за каждого, кто страдает от боли в костях, мускулах, нервах, в любой части тела. Именем Иешуаха Иисуса Христа исцеляю вас прямо сейчас. Благодарю тебя, Святой Дух, за то, что действуешь прямо сейчас. Прямо сейчас действует Бог. Люди, которым требуется операция, она вам не понадобится, вы исцелены. Бог помогает вам прямо сейчас. Есть люди с серьезными повреждениями спины, так что, когда вы встаете, вы чувствуете боль во всей спине. Люди, которым диагностировали неоперабельные заболевания, как мне, исцелены прямо сейчас именем Христа. Даже те, кто испытывает самую маленькую боль, например, мизинца, исцелены наравне с теми, о ком молился Майкл. Вы исцелены именем Иисуса Христа. Аминь. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Эндрю Тау. Присоединяйтесь ко мне на передаче «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом, и я поделюсь, как каждый из вас может получить универсальное помазание и благословение. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». В конце передачи господин Хаес помолился, и потом Сид сказал, что дух немощи больше не действует на людей. Я годами молилась об этом, но никак не могла освободиться. Святой Дух говорил со мной сегодня и сказал, что эта молитва была для меня. После молитвы боль ушла вместе со своим источником. Слава Богу! Я так благодарна. Я смотрел все ваши шоу. С 19 лет у меня обнаружили шизофрению. Сегодня врач сказал мне, что у меня больше нет никаких признаков шизофрении, и я совершенно здоров. Мне проводили исследования, рентген, анализ крови, ЭКГ, и все в норме. Я так благодарен за Божие избавление. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделитесь своей историей по адресу которой видите на экране. Многие зрители свидетельствуют о чудесах, видениях, а в результате просмотра нашей передачи поделитесь своим свидетельством на sidro.org slash praise. Иногда кажется, что за всей ежедневной ручиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. Или вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов, едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать, одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы, день за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? Изголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сида Рота. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.